Привет, друзья! С вами канал Мурс Мурзович. Ну, это понятно. Дорогие мои, я вот думала, что же приготовить с кроликом, как вы поняли по названию. Да, муж принес мне кролика, опять я никогда ничего из него не готовила, и я вот тут решила, может быть, его пожарить, потом бы ж потушить. В общем, здесь у меня уже нарезанная морковь, какая была дома, такая была, половина морковки у меня была, сейчас мы это пожарим, ну, обжаривать будем, ну, то, что дома есть, то и будем добавлять. Для этого блюда мне, конечно, нужна бы сметана, сметана, но у меня ее совсем мало, вот она стоит, тоже сколько есть, только есть. Конечно, я еще добавлю майонез, но какая польза будет от майонеза, сметана хоть питается, так сильно не растворится в воде, потому что потом я буду скидывать воду, чтобы потушить. Вот, вот здесь у меня стоит кролик или крольчиха, половина, половина кусочек вот у меня достался, нам принес он мне. Вот, и я сюда, я сюда, сейчас я вам покажу, и я сюда. Выкинула я свою подставку для ложек, теперь в тарелку ложу. Покупала в фикс прайсе, и она, значит, не отмывается, все, не знаю, не по-разному, из пластика. Так, вот он кролик, нарезала я его, здесь у меня, сюда я навела, вот, вино. Налила я вино, домашнее красное вино. Такой запах. Ну, знаете, захотелось мне так сделать. Ну, вот, замариновала я в вине, вот, подержала в холодильнике. Уж не знаю, уж не знаю, что получится. Будем надеяться. Ну, наша задача пока вот эту штуку поджарить. Конечно, это все можно было сделать в другой сковороде. Но я что-то думала. Здесь потом перелью. Ну, переложу в другую миску. Потом, в случае, она будет все смешать. Потом будем обжаривать мясо. О, я кролика ела, бог ты мой. Наверное, это было 14, не было 15 лет. Или не 12. Это мы на родину папы ездили. Ну, родина, это же там, где ты родился, правильно? Не историческая родина, Россия, а там, где ты родился. Это Казахстан. Называется город Джетесай. В советское время он назывался Джетесай. Джетесай, Джетесай, переводится 7, Сайям. Ну, я бы сказала такая, как город-деревня. А он там, я не знаю, да? Это Южный Казахстан, ближе к Узбекистану. Это Южно-Казахстанская область, чтобы там столица, ну, получается, областной город. Шимкент. Или Чимкент, как его еще называют. Пиво есть такое, Шимкентское. В Казахстане продается. Ну, и вот там, конечно, мне бабушка с дедушкой, папины родители, у которых было 13 детей. Папа у меня посередине. Да, вот так вот раньше рожали. И это мечта от тех, ну, женщины меня поймут. Других беременностей, когда рождались мертвые дети, да, там. Ну, я не знаю, сколько, чтобы не врать. Я к тому говорю, сколько беременностей было, или выкидышей, да, там. Так вот. Мать-герой нет. И вот там я, например, раз попробовала кролика. Скажу честно. В общем, вот, которые мне его разделывали. На моих глазах. А я-то городская жительница. Я была в шоке, конечно. И жалко мне так кроликов этих было. Да и кур тоже. В общем, мне она в тот раз не понравилась. Мне не понравилась мяка. Так, дальше я закидываю лук. Лук. Ой, нет, не лук. Вот, кстати, такое. Этот закидываем. Болгарский перец красный. И чеснок у меня тут. Вот маленький у меня был болгарский перец. Дома. А я очень люблю, когда в блюдах присутствуют болгарские перцы. Просто обжаю. Начинает стреляться. Так вот, мне не понравилось. Нет. Ну, вкусы меняются. Потом еще раз, по-моему, я ела. Ну, тогда мне, честно, было не до еды. Такое время подрос тогда. Не заставишь поесть, сами понимаете. Вот, вот чеснок у вас. Обожаю. Масло из ленты. Кстати, мне не понравилось. Это масло, что я не знаю. Сейчас я его помню. Аромат, аромат. Такой, какой-то. Прям. Прям. Я люблю, когда масло, конечно, не пахнет. Все-таки. А у меня вот начинает от нерафинированного масла болеть голова. И все аромат сам по себе я еще могу принять. Как бы даже прикольный. Но голова, потому что от него болит. Да, такое-то, о чем я говорила, что он не понравился мне. В те годы кролик не понравился. Не поняла я, не поняла я это мясо. Хотя говорят, что он похож к куриным мясу. Вот. Муж мне раздобыл, принес. Она говорит. Кризис. Я добыл тебе мясо. Завершила стирку. И я боюсь, чтобы мне не подгорело. Так, сейчас этот лук закину. Да, я вас, как всегда, взяла с собой. С собой, чтобы мне не было скучно. Лука очень много. Я люблю, когда очень много лука. Ну, мы любим, когда много лука. Не знаю, мне кажется, так вкусно, что теперь овощи растерялись, потерялись тут на фоне лука. Поперчим, сейчас обмешаем все в маску. Хотя. Я думала, думала. Добавлю я. Так, черный перец посыпала. Приправа, приправа. Добавлю приправу. Хотя это все можно добавить и в саму смесь. Да, потом, наверное, на это оставлю. Но дело в том, что вот такую вот универсальную я добавлю сейчас. Вот, добавила. Так. Накрываю прыжкой. Ну что? Посолю я, наверное, еще. А большая солью. Я не могу на этих пинетках. Можешь куда-то сделать. Барку, соль. Соль. Перекладываем все вот сюда. И займемся мясом. Дурцы говорит. Турцыopi models. Он справится так, что можно. Дуккак. Да, дальше штуки. Дальше пошли. Здравствуйте. Духогласны. Проблю что глас Steve. Барку. Поблю что гласно. Ну, что бы смогла. Субтитры делал DimaTorzok Добавляем мясо 3-4 минуты с одной стороны, 3-4 минуты с другой стороны, до золотой корочки, потому что мы же это потом будем тушить, еще не могу найти. Добавляем мясо, закрываем мясо, закрываем мясо. Закрыла, засекла время. Вот такое состояние, я пережариваю, перевернула, закрываю. Кстати, вот видите, у меня сковорода БОК, как она называется, от фирмы Калевы. Покупала я ее в супермаркете, и что вот сейчас я пользуюсь, невозможно взять, казалось бы есть, да, вот окантовочка, все, она все равно нагревается, так что вообще не вариант, я ее чаще всего беру полотенцем. Так что, недочет, надо ее было пошире сделать. Фирма недочет сделала такой. Так, включила, и выкладываю назад ножки. У меня курицы хочется обозвать. Выкладываю то, что я не пожарила, а сюда выкладываю на мясо. Вот, вот, горячее. Еще сугалачее. Я остыла очень хорошо. Вкусно. Уже попробовала то, что сверху. Ну, понятно, да, для чего мы это сделаем, чтобы мясо было мягким. Потому что все равно оно, что все равно. сочините. Уже по-настоящему. Вот это. Сейчас выích это выглядит, чтобы было приятно кушать. По конечно какого заморочекам. Согласны. Все, таки были? Сейчас мы пишем молодец, но как будет молодец? У меня здесь есть хрен домашний. Красота. Так, и дальше, и дальше. Я даже, знаете, я еще, наверное, чуть-чуть поджарила, то, что так положила. Еще чуть-чуть. Буду перевернуть, что ли? Набрать. Сейчас посмотрите, что у нас там. Да, это немного, да? Да. Пока еще пожарим чуть-чуть. Ну, давай на какую-нибудь две. А может и одну? Чуть-чуть поджарим еще. Так, чтобы. Потому что это будет, грубо говоря, вариться. Так. Сейчас добавляем. Вот. Да, и потом это же место будет снова вырежать. Сметанки вот. Так. Ну, сразу красиво все получается у нас. Но у меня загвоздка. Да, у меня нет сметаны. Совсем очень мало. Нам придется работать с тем, что есть. Ничего страшного. Что получится, то получится. Вчера у нас проходит. Вдальше с этим. Да, у нас добавится. Так. Берем воду. Воду, воду, воду. Вот пока я налью. В половину стакана налью. А там посмотрим. Вот. Еще налью. В итоге получается стакан. Потому что все равно я хочу, чтобы она немножко. Как. Пусть даже не вся. Ну, знаете, где-то. Кстати, это же блюдо можно в мультиварке правильно сделать. Я не захотела мультиваркой пользоваться. В принципе, если оно будет где-то около часа тушиться. Может меньше. Может минут сорок. То можно, в принципе, еще воды налить. С этого плясать и будем. Еще налью. Подзакрою. Видите? В итоге, думаю, что будет половина. А в итоге два стакана. Как всегда. Так у нас получается. Вообще, конечно, надо было, что-то я не подумала. Надо было сюда воды налить. Топлой. И оно бы быстрее. Ну, сметану бы. Вот с этой чашки, с которой я сметану беру вот отсюда. Собрала бы что-нибудь. Потому что теперь, как эти, попираемся. Сметаны нет только. Ну, ладно. Сейчас майонез еще добавлю. Так. Мы растворяем. Сейчас все будем специи добавлять. Угу. Запах нормальный. Добавили майонез. Такое жирное совсем, поэтому. Вот так вот. Так. И что это было? И я добавляю базилик. Дальше. Кидаем лавровый лист. Лаврушка, лаврушка, лаврушка. Так. Вот я, блин, не люблю, когда помятые части. Так, 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 так... Побольше кидаем. Чтобы пряный был. Пряный и вкусный. Потом в другом случае мы его вытащим Вода выкипит Ну как Парится Мы его вытащим Так Ну все, он провалился Дальше Прованские травы Надо раскрыть побольше Замечательно, больше нам и не надо Так Что же у нас тут еще есть Перец я уже добавляла Так-то у меня ничего и нет У нас уже в магазинке Так Для мяса приправы чуть-чуть добавлю Потому что У меня бы заканчивалось все Это как Я люблю Добавлять Как их зовут Куркума Нравится мне Паприку добавлять Очень люблю Даже супы добавляю Так, у меня вот Приправа маги Что я показывала Вот это, да Вот что я показывала В начале видео Я положу сюда Потому что зелени нет Ну у меня нет Сушеной зелени Ни свежей, ни сушеной Можно игру магазин Насколько это надо Может быть Но я Готовить тоже надо Поэтому Что есть, то есть Все Все Вот это вот Там дальше мы смотрим Да Сколько Минут Ну по-любому Больше 30 минут Кто-то сейчас 20 готовит И полтора часа Тушит Все Видите Какая красота Получается Маги нам Худели Не помогла Все Специями Прот Все Готовим Закрываем крышкой На медленном огне Естественно И ждем результат Ну вот Что у нас С вами Получилось Такая красота Вы знаете Я уже Попробовала Это у меня Тут пюре Такое мясо Вкусное Естественно То, что вот Мы потушили его Вообще Просто объедение Я даже не думала Что Крольчатина Такая Вкусная Вообще Класс Блин Теперь Вообще В восторге И теперь Вообще Всегда буду просить И хотеть кролика Честно Очень вкусно Всем приятного аппетита И всем пока-пока